Продолжение следует... Ну а в конечном счете мы, конечно же, реализуем нашу онкологическую программу. Слава Богу, она на сегодняшний день существует, имеются большие вливания. Упаковываемся, не побоюсь этого слова, мы диагностическими средствами, упаковываемся лечебными средствами, это эндоскопические стойки, это линейные ускорители и так далее, и так далее. И на сегодняшний день, слава Богу, с лекарственным лечением более-менее все наладилось. Если вспомнить, что было лет 10 назад, это была беда. А на сегодняшний день оперативные данные, что в федеральных центрах научно-исследовательских, иногда даже хуже, нежели на местах, в регионах, особенно по программе ОМС. Общие эпидемиологические ситуации, то есть в Хабаровском крае заболеваемость составляет на 2021 год 445 на 100 тысяч населения, смертность несколько меньше. Но самое основное, что соотношение заболевших и умерших увеличивается год от года. И, собственно говоря, в сравнении с Российской Федерацией эта разница достаточно существенна. И прирост распространенности онкологических заболеваний, а мы помним, что заболеваемость и распространенность – это абсолютно разные термины, прирост составил 35% в круг по всем онкологическим и нозологическим формам. И индекс накопления увеличился с 5,8 до 7,8 к 2021 году. В Хабаровском крае трехорвенную система оказания онкологической помощи. Я думаю, это почти в каждом регионе. Но нужно говорить правду в глаза, что центров амбулатурной онкологической помощи в Хабаровском крае все-таки не существует. На Дальнем Востоке, на мой взгляд, целесообразность их весьма сомнительна в связи с низкой плотностью населения. Мы понимаем, что федеральный проект имеет место быть, но в связи с низкой плотностью населения, длительностью добытия до ЦАОПа, открывать центры амбулатурной онкологической помощи, где полностью прообследовать пациента практически невозможно, все равно пациент дойдет до регионального онкологического учреждения, весьма сомнительно. И, собственно говоря, лечебные моменты в центрах амбулатурной онкологической помощи тоже весьма сомнительны. Все-таки за пациентами нужно качественно следить. А если смотреть по численности населения, в Хабаровском крае на сегодняшний день это 1,2 млн, в Приморском крае около 1,5 млн, но в других регионах Дальнего Востока и того меньше. А плотность населения очень-очень маленькая. Поэтому это к вопросу, может быть, что-то пересмотреть на федеральном уровне. Стандартизованы показатели смертности и заболеваемости по основным онкологическим направлениям. Мы видим, что в целом заболеваемость в Хабаровском крае выше, чем по Дальнему Востоку, чем по Российской Федерации. Смертность была намного ниже, я не знаю, с чем это связано, может, статистически огрешивали в 2019-2018 годах. То есть достаточно большой провал, но все это выровнялось к 2020 году. Мы понимаем, опять же, что раковеда 2020-2021 год и все статистические данные, они будут немножечко извращены. Примерно то же самое происходит по стандартизованным показателям заболеваемости и смертности рака почки. Опять же, заболеваемость намного выше. Смертность, вы посмотрите, в Хабаровском крае ниже, чем по Дальневосточному федеральному округу. И по злокачественному опухолю мочевого пузыря примерно такая же ситуация. Заболеваемость намного выше, чем по региону, чем по Российской Федерации. В целом смертность где-то посерединке. И опять же, имеется достаточно серьезный провал в 2019-2018 годах. С чем это связано, у меня ответа нет. В целом, показатели распространенности, о чем он говорит, вновь выявлены пациенты, и это те пациенты, которые продолжают наблюдаться. И мы видим, что если в начале 2010-2012 года имелось достаточно большие различия между Хабаровским краем и Российской Федерацией, то к нынешнему, к современным годам, к 2020-2021 году, показатели распространенности выровнялись. То есть пациентов стали лечить лучше, пациенты стали доживать и пациентов стали наблюдать. И скорее всего, это вопросы диагностики исходной и вопросы лекарственного лечения. Сейчас стали лечить лучше. По показателям распространенности ракопочки в Хабаровском крае он составляет 155,1, по Российской Федерации 132. Опять же, это говорит в среднем, как средняя температура по Российской Федерации, наверное, не совсем обоснованно, но по Дальневосточному федеральному округу, когда я сравнил, не стал выводить это в диаграмму. По Хабаровскому краю эти показатели намного лучше, то есть пациенты у нас все-таки живут. И то же самое мы наблюдаем по раку мочевого пузыря. Показатели распространенности увеличились. И, собственно говоря, тот самый перекрест происходит в 2018 году, когда начинала реализовываться федеральный проект. За последние 10 лет показатели распространенности онкоурологического заболевания в круг увеличился на 114%. Это, наверное, успехи той онкоурологической помощи в КУПе. Это вопросы улучшения диагностики, это первые и вторые стадии. Это улучшение лучевых методов терапии. Ну и, конечно же, без лекарственной терапии мы никуда не деваемся, потому что доступность лекарственной терапии на сегодняшний день улучшилась. И, собственно говоря, как и количество химиотерапевтов и комплоентность между хирургами, радиологами и химиотерапевтами. То самое мультидисциплинарное консилиум, который, слава богу, сейчас обязали проводить по согласно 116 приказа, он проводится. Где-то он может, будут честно говорить, формально, где-то реальные происходят обсуждения, споры с повторными консилиумами, с принятием сложных решений, но все во благо пациента. И, в целом, по Хабаровскому краю приведены данные с 2012 года по 2021 год, онкологическая заболеваемость и вся онкологическая распространенность увеличились. И это говорят в целом об успехах оказания онкологически специализированной помощи на территории Хабаровского края, несмотря на отсутствие от СООПов. К вопросу о том, что, наверное, все-таки на нашей территории они абсолютно не нужны. Если мы говорим о структуре заболеваемости, год от года количество, процентное соотношение рака пристательной железы увеличивается, и, соответственно, все остальные нозологические и онкологические формы уменьшаются, посмотрел я данные, сейчас представлены по Сахалинской области, по Приморскому краю тоже анализировал. Примерно оно все так, как и в Российской Федерации, здесь нет никаких, собственно говоря, различий. Гендерная структура представлена преимущественно за наличием мужского пола, но это и обосновано. В основном это пациенты пенсионного возраста, детей абсолютно незначительное количество до 17 лет, их даже не видно на диаграмме, хотя они отражены в очень-очень маленький столбец. И, собственно говоря, в основном кто это? Это жители городов. Почему? Потому что миллион двести на территории Хабаровского края, 600 тысяч это город Хабаровск, 200 тысяч это Комсомольск. Две трети населения живут в двух крупных городах, еще несколько городов, крупное остальное село. Будем откровенны, доехать с поселка до районного центра, это 2-3 часа на вездеходах, иногда на самолетах, и транспортная доступность, собственно говоря, отсутствует. С районного центра доехать до учреждения в Комсомольске, это онкологический диспансер, либо до Хабаровска тоже сложно. На селах, я глубоко убежден, люди, кто живет, они намного физически крепче. Они живут, они радуются жизни, и они не болеют. Либо мы не выявляем. Ну и, собственно говоря, диаграмма по основным городам Хабаровского края, то есть это Хабаровск, это Бекин, Советская Гавань, Комсомольск, Николаевск-на-Муре, Амурск. По онкологии я был весьма удивлен, но в городе Николаевске-на-Муре это один из северных городов, портовый город, распространенность увеличилась и достигает максимальных значений, это 600 на 100 тысяч населения. С чем это связано? Ну, в первую очередь, это с миграцией населения, то есть количество жителей в Николаевском районе, в городе Николаевске уменьшается, тот, кто остался, наблюдается, не живут. Это та игра цифр, та игра статистики, которая имеет место быть. Если мы видим по городу Хабаровску, то это, да, неуклонный рост, но, собственно говоря, без каких-то значимых трендов. Ну и, собственно говоря, в заключение я хотел бы сказать, что показатели распространенности в Хабаровском крае устойчиво увеличиваются, это говорит об успехах оказания в целом онкологической помощи и онкологической помощи в частности. Этот прирост составляет 114%. Имеются проблемы, имеются проблемы, это отсутствие онкологов на местах, это отсутствие онкологов на местах, кадровый дефицит по Хабаровскому краю около 35%. 35% нехватка по расчетам. Мы понимаем, что выучить онколога это очень-очень долго. Грамотного онколога выучить это практически невозможно. Если есть вопросы, попытаюсь ответить. Спасибо большое, Артем Сергеевич, очень интересная информация. А вот псевдоскрининг, вы сказали, у вас были вообще какие-то программы по раннему выявлению раком простаты краеведей? Давайте, я могу сказать, как надо на камеру, могу рассказать, как есть на самом деле. Мы все хотим услышать. Нет, но просто в некоторых регионах региональное правительство проводили действительно большие программы по ранней диагностике. У вас такие были или нет? Хабаровский край, это дотационный регион с дефицитом бюджета. У нас нет региональных программ, к сожалению, не по диагностике ракопрестательной железы, не по диагностике рака толстого кишечника, не маммологического скрининга. Да, все это загружено в псевдодиспансеризацию, я повторюсь, псевдо. То есть региональной программной скринингой на сегодняшний день связано с... То есть ПСА по обращаемости? ПСА по диспансеризации по обращаемости. Понятно, спасибо. И вот в плане какого-то последующего, может быть, такого даже научного, может быть, какого-то соответствующего, меня тоже всегда, и у меня нет ответа на этот вопрос, но очень много лет есть устойчивая тенденция, что на Дальнем Востоке, и вы показали это на примере Хабаровского края, самая высокая заболеваемость раком почки, гораздо выше, чем в центральных регионах России. Вот как это объяснить, я не знаю. У меня тоже нет ответа. Может быть, какой-то провести по этому поводу? Мы можем, как говорится, есть генетические предрасположенности, региональных каких-то специфик, то есть регион огромный, то есть взять Юг-Край, Приморский край, и взять Чукотку, либо Камчатку, абсолютно разные регионы с разным климатом. Но, что интересно, практически во всех регионах Дальнего Востока заболеваемость выше, чем в среднем по России, раком почки. Примерно одинаковые. Есть еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.